всем привет меня зовут ира вы на канале неизлечимые цитоколички хочу сегодня в этом видео показать вам и рассказать о хое карноза мариана эту хоечку я не сразу приметила сначала она мне показалась какой-то более жидкой версии компакты регалис так как она у меня была это регалис и я подумала зачем мне эта мариана нужно ну как бы не видел ничего не такого особенного а когда увидела в интернете взрослое растение загорелые красивые такой намотанный не один раз вокруг своего . я подумал о да какая она красивая все таки нужно мне ее в коллекцию приобрести и удачно на авито я очень быстро нашла укорененный такой жирненький черенок был в несколько узлов крупный но эти узлы были не вот такое было расстояние между узлами а покороче но мне все равно удалось его разъединить и сделать из этого два растения очень долго эти два черенка у меня укоренялись прям очень не соврать бы но где-то около месяца наверное они у меня стояли потом вроде как когда я их вытащил на адаптацию у меня кто-то может быть оба скинули корни я с ним немножечко повозила с этими черенками но вот этой весной они у меня пришли себя пошли в рост очень даже стремительно пошли в рост и одно растение продала себе оставил один черенок на выращивание то есть вот этому растению в общей сложности два с половиной года вот это она нарастила у меня вот с весны 23 года то есть до этого я боролась укореняла в общем там еще была история то что у меня пришел укорененный черенок он сидел в грунте в который в котором он пришел там что-то тоже у меня не росло я стала пересаживать точно какая-то очень долгая история в длиной в полтора года у меня с ней было и вот сейчас она у меня разгон разгон разгоняется и пошла в рост ни разу не цвела естественно потому что еще несмотря на ее возраст она небольшая малышка можно сказать а вот тот снимая видео я обнаружил вот такую вот малявку я не знаю что это такое какая-то кракозябра мелкая это лист виду фокус это лист и из этого листа какая-то штукенция растет это не титаном сто процентов это какой-то мутант интересно что из этого выйдет будем наблюдать если она конечно не скинет она сейчас у меня загорает потому что стоит на стеллаже с искусственным освещением а так все лето она провела у меня на южном окне без дополнительной подсветки она тоже также загорала вот нарастила красивые плотные листья листья но чем-то действительно на похоже на компакту но вот такую более редкую то есть не такую густую вот конечно же я не жалею о том что я ее приобрела хай не очень популярные не часто встречается в коллекциях это связано с тем что лично у меня надолго укоренялась я она так долго укореняется и не так быстро она идет в рост вот сейчас у нас 1 января кстати всех поздравляю с наступлением нового года и она у меня все равно растет это туз активный а эти листья молодые они еще зреют вот тут у меня еще остались старые листья они были не очень прям хорошо выглядели то есть узел такой был пост старенький все получила может быть я маточник получила может просто какой-то неукорененный ну то есть точнее укорененный но тугодумный узел который не рост у себя как-то очень выгодно купила вот такой вот черенок там было два три три или четыре узла вот таких вот прям близко сросшихся вот мне все равно удалось укоренить но это было конечно очень долго по времени укоренялся у меня это долго я ее естественно ни разу свое растение не резала может быть этой весной этим летом я осмелюсь порежу ее на продажу но пока вот я любуюсь мне она очень нравится как-нибудь сниму ее с карнозой сравнение вот и вообще хотела бы как-нибудь снять видео это в моих задумках вот ее на одном фоне короче в один ряд поставить карнозу компакту регалис мариану еще у меня есть хойка холиана и сьюзи кью вот они мне кажется тут как бы из одной оперы все все карноски но каждый со своими особенностями листа я думаю был бы очень интересное сравнение для новичков либо даже не для новичков у которых не все эти хойки в коллекции и они еще думают нужно ли им купить то этот или иной вид или все-таки ограничиться определенным количеством вот у меня вот такая вот коллекция из карнос набралась я их и люблю карноски я люблю толстый лист ну и вообще карноски это прям любовь у многих карнос все начинается вся любовь к . по поводу домика в чем она у меня живет как обычно в гру в глиняном горшке здесь у меня старый грунт который я использовал использовал ранее это классма уголь древесный вермикулит и целлит удобрение осмокот то есть в этом грунте она у меня растет вот будет уже скоро год корневая не очень быстрая то есть не очень такая у нее развитая жиденькая корней немного поэтому этого грунта этого горшка объем точнее и хватит надолго как обычно у меня заклеен дренажное окошечко и я стараюсь следить за грунтом чтобы он не пересыхал и не заливал его залить у меня сложно получается потому что сейчас у нас включено отопление и очень быстро вот эти вот горшочки мне пересыхают вот тут даже пару черенков маленьких я упустила и они у меня высохли прям очень жалко там был черенок с дисхидии и кто-то еще не помню уже кто всем засох у меня два растения грустно жалко на что делать вот эти вот перепады вот эти вот отопление то включат то выключат то 7 до начинается сезон отопление мы не дождемся нам холодно цветам также потом включат отопление мы тут с ума сходим от жары и сухого воздуха и в общем все это тоже тоже от этого страдают растения будьте внимательны я сейчас стараюсь баловать всех своих растений без исключения обычные там кого-то только избранных баллы а тут я всех всех обрабатываю всякими полезностями видео стимуляторов и антистрессов вот такая вот ходить к моей коллекции имеется задавайте вопросы если они у вас остались пишите комментарии и подписывайтесь на канал если если вы увлекаетесь хойками всем спасибо за просмотр до скорых встреч пока пока